Добрый день, дорогие друзья! Давно уже намеревалась испечь этот пирог, и, наконец, вот настал день. Просто дело в том, что, чтобы испечь этот пирог, нужны сливки. А сливки не всегда у меня есть. Вот сейчас как раз появились эти сливки, и я решила испечь этот пирог. Вот что мне нужно. Пирог этот называется сахарный. И он такой, в общем-то, и вкусный, и красивый. Я буду вам ингредиенты сразу не буду называть, а буду по мере того, как я буду их, в общем, запускать в этот пирог. Для этого мне нужно 200 мл молока. Молоко должно быть тёплое, ну вот комнатной температуры, может быть, чуть-чуть теплее. 200 мл тут молока у меня. Так. Теперь мне нужно будет сюда сахар. Сахара у меня здесь 2 столовые ложки. 2 столовые ложки сюда. И нужно будет дрожжи. Дрожжи 2 чайные ложки. Но я не буду сильно уже увлекаться. А так, чайные ложки, вот так, без горки. Потому что дрожжи у меня очень хорошие. Вот так. Всё это я венчиком сейчас перемешаю. И посмотрите, уже пузырьки появились. Это говорит о том, что дрожжи просто замечательные. Так, соберём всё с краёв. Мне нужно, в общем, ну не сильно мешать, а чтобы хотя бы сахар растворился и дал дрожжам климат такой благоприятный. Так, теперь я это сейчас накрою и поставлю в тёплое место. А тёплое место у меня, вот моя духовочка. Она уже вот чуть-чуть нагрелась. Я её выставила где-то температуру на 40-50 градусов. Вот так. Ждём минут 10, пока дрожжи у меня, в общем, сделают своё дело. Дрожжи наши, вот, посмотрите, как они подошли. Сейчас мы сюда следующую операцию проведём. Вот так, я продолжаю это всё. Вот так. Сейчас сюда нужно будет 2 яйца добавить. Второе яйцо. Сейчас, минуточку. Мягкое сливочное масло. Вот, сливочное масло я поставила на кашеварку, для того, чтобы оно, это масло размягчилось. Вот. Так. И продолжаем размешивать. Так. Так. Сейчас я, вот, вскрою ванилин чуть-чуть. Сколько? Ну, где-то третью часть, третью часть пачки ванилина. Слограм. Да что такое? Не могу. А, вот, наконец-то попало. Высыплю. Ну, где-то, да. Много не буду, а вот где-то третью часть. Чайной ложки даже нет. Там чуть-чуть, буквально чуть-чуть. Так. Продолжаем всё это взмешивать. А дрожжи продолжают играть. Вон они пузырятся. Так. Теперь нужно немножечко сюда соли добавить, не забыть. Чуть-чуть соли я добавлю. Сейчас, секундочку. О, Данил продолжает мешать. Соль я на глаз вот так покладу. Где-то, ну, половину чайной ложечки. Достаточно. Так. И теперь сюда мы, что сделаем? Мы сейчас сюда добавим муку. Замесим уже тесто. Так, всё, Данил, давай уберём. Теперь это мешает немножко. Так. Сюда. У меня здесь 470 граммов муки. 470. А масло сколько было? Масло было 50 граммов. Я потом рецепт весь выставлю. Поэтому я не буду заострять. Так вот остатки муки. На этом этапе я хочу подключить сюда эту лопаточку. Вот эту. Вот. Чуть-чуть помешу лопаточку, а потом уже руки подключать буду. Лопаточка моя отдыхает, силиконовая, теперь я подключила руки свои. Сколько мешает? Пирог. Пирог. За жизнь много кое-чего. Ещё у него есть мой любимый пирог с замороженными ягодами с малиной или с вишней. Очень вкусный тоже пирог. Потом как-нибудь сделаем? Вот. Ну да, как-нибудь сделаем. Просто сейчас ягод нет у нас в наличии замороженных. Сейчас я сформирую вот так шар. Я вижу, что тесто уже такое, ну, становится однородным. Мне нужно его вот так вот распределить. Сейчас, секундочку. И потом мы поставим в тёплое место опять. Для того, чтобы это тесто хотя бы не меньше, чем в два раза увеличилось. Вот таким образом. Оно липучее. Всё. Ой, тут, конечно... Сейчас я... Вот это жалко же тесто. Соберу. Ну, всё, хватит. Всё. Закрываем. И опять в печку. Где-то теперь это будет тесто подходить. Всё от температуры зависит. Где-то 40-50 минут. Ну, может быть, чуть больше. О, тепло там в духовке. Я вот прямо руку туда поместила. Я чувствую. Так, сейчас я потом... Сейчас минутку выставлю. Ну, вот так. 40 минут сейчас выставлю. Работает. Почему я прислушиваюсь, потому что эта духовка с некоторых пор у меня стала немножко барахлить почему-то. Так, это мы всё уберём. Вот. Пока наше тесто подходит, мне предстоит сделать посыпку для этого пирога. А для этой посыпки нужно будет... Вот это всё, Данил. Вот это. Так, сейчас, секундочку. Я уберу. А, вот. Ну, сломанная. Оказывается, сломанная. Вот, 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 нашла. Вот этой прищепкой. Пищевая прищепка. Я её лично называю. Не знаю, как она. Ванилин у меня остался. А чтобы он не выдохся и не просыпался, я его вот так. Вот на такую прищепочку. Всё. До следующего раза. Теперь мне нужно будет сделать посыпку на этот пирог. Для этого я уже сказала. Мне нужно будет... Сейчас возьму я чашку. Так. Здесь у меня сахара сто... Сколько? Сто... Двадцать... Двадцать... Двадцать граммов сахара. Высыпаем сюда. Вот сахар, он... Потому что всё-таки квартира немножко влажная. Да, сахар вот так, крупиночками. Вот. Теперь сливочного масла у меня здесь. Так. Пятьдесят граммов. Нет, я же неправильно сделала. Наоборот, здесь нужно пятьдесят граммов. Для посыпки нужно пятьдесят граммов. Я сейчас в тесто домешу остальное масло. Я перепутала. Сейчас, секундочку. Оп. Друзья, вот смотрите-ка. Я допустила ошибку. Вот на старуху тоже бывает проруха. Посмотрите. Мне нужно вот этот сахар с маслом перемешать. Я просто количество перепутала. Оказывается, для посыпки нужно всего пятьдесят граммов масла. А в тесто нужно наоборот сто двадцать. А я перепутала. Сейчас мы вот так сделаем. Мне не нужно, чтобы сейчас весь этот сахар переться самое. Сейчас очень просто. Мне нужно, чтобы... Вот так. Я надену сейчас перчатку и руками буду... Руками это все дело буду... Так. Разминать. Так. Скажем. Вот. Перепутала. Вот. Посмотрите, друзья. Я перепутала количество масла для теста и для посыпки. Вот акациа. Вот. Посыпка уже получилась у меня. Сейчас я достану тесто, которое у меня стоит, и исправляю свою ошибку. Я сейчас вот сюда масло добавлю. Ничего страшного нет в том, что сейчас мы масло еще сюда добавим. Да. Получается сюда сто двадцать, а туда пятьдесят надо было масла. А я неправильно... В общем, перепутала. Ну, ничего. Я же говорю, что я давно не пекла этот пирог. Поэтому... Ох. 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 Ну, ничего. Видишь, как замешивается же. Вмешивается туда. Вот. Хорошо, что вовремя вспомнила. Тесто вот готово. Ставим его на расстойку. Теплое место. Да. Ставим. В следующий раз так не путайте. Хорошо. Будет сделано. Сейчас я послушаю. Все нормально работает. Работает. Все, ждем. Пятьдесят минут? Да. Ну, где-то пятьдесят-сорок. Как духовка будет работать. Смотрите, как поднялось тесто шикарно. Это не в два раза, а больше, чем в три раза. Вот мне сейчас что нужно сделать? Мне сейчас нужно это все подмесить, выпустить все газы. Сейчас еще одну перчатку. Так. И потом мы это тесто поместим в приготовленную мною сковородку. с застеленной бумагой. Так. Очень хорошо тесто поднялось. Посмотрите. О-о-о! Пышное, пышное какое тесто. Так. Уже не пышное. Уже не пышное, да. А поднялось очень хорошо. Сейчас. Так, сейчас, секундочку. Я вот тут подготовила сковородку мою, чугунную, толстостенную. Мне сейчас нужно будет сюда это тесто все выложить и разровнять аккуратненько. У меня вообще-то есть разъемный, разъемный противень, но он такой маленький. Всего, по-моему, там 18 или 20 сантиметров в диаметре. Поэтому я не стала этого делать. Вот. Взяла эту толстостенную мою сковородку, которая приехала со мной еще из Казахстана. Этой сковородке она ровесница моих детей. Вот так. Сейчас. Так. Ну, вот так. Где-то таким образом. Сейчас делаю, чтобы поверхность была более ровная. Ну, не суть, чтобы прямо красивая была поверхность, потому что она все равно будет вся закрыта, эта поверхность. Ну, все. Так, все. Снова ставим. Для подъема буквально минут на 15-20. Мне нужно, чтобы тесто снова поднялось. Тесто в сковородочке поднялось. Я сейчас вот что сделаю. Вот у меня в руках вот такая вот палочка получилась. Тут растительное масло. Я должна сейчас вот такие сделать тут. Вот такие глубокие-глубокие ямочки. Сделать надрезы. Вот таким образом. Так. Вы сейчас поймете, для чего я это делаю. Так. Ну, можно водичкой, не обязательно растительным маслом. Ну, я решила растительным маслом. Сколько что? Ну, по всей поверхности нужно это сделать. Вот так. Некоторые пальцем делают. Так. Ну, достаточно, я считаю. Так. А теперь посмотрите, следующий этап. Вы помните, я сделала вот эту вот посыпку? Мне предстоит сейчас вот эту посыпку вот так распределить. Ну, не обязательно, не подумайте, что прямо именно в эти отверстия. Можно просто по поверхности. Я взяла вот две вот такие ложечки, чтобы мне было удобно. Так. 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 Отверстия мои все закончились. Но я хочу посыпать еще вот такие вот ровные поверхности. Да, конечно, мне нужно всю посыпку разложить. Тогда будет очень вкусный пирог. Между додорами. Я могла бы это, конечно, пальцами раскладывать, руками в смысле. Но я вот решила вот так сделать. Сейчас, когда я разложу все это, мы поставим в духовку. Сейчас я прибавлю, кстати, температуру. Поставлю я, наверное, на 200. Многие пекут на 180, а я поставлю на 200. Вот таким образом. И продолжаю раскладывать. Что много? Нет, оно все это растворится и будет нормально. Все, друзья. Вот так выглядит на этом этапе мой пирог. Сейчас у меня уже духовка разогрелась. Я уже прям вот чувствую. И поставим выпекаться. Где-то на 25-30 минут. Вот так. Включимся, да? Да. Друзья, пирог мой испекся. Чуть-чуть вверх немножечко подгорел, прозевало. Теперь вот вытащила. Я шпажкой проверила, он уже пропекся. Мне вот у меня в руках сливки. Здесь у меня где-то 125 миллилитров сливок. Мне предстоит вот так этот пирог полностью вот этими сливками вот так пролить. Вот так аккуратненько. Вот шипит. Шипит. Вот так, чтобы он во все отверстия зашел и пропитался этими сливками. Вот так. Так, и сейчас я эту красоту всю опять помещу в духовку. На сколько? Сейчас где-то на 5-10 минут, не больше. Чтобы сливки немножечко схватились, так скажем. Сейчас, секундочку. Так, вот она, духовочка. Сейчас. Сейчас, да? Ага. Вот, в конце концов, что у меня получилось. Сливки часть впиталась, а вот здесь немножечко еще остались. Но ничего, я сейчас вот что сделаю. Сейчас я возьму еще вторую. Сейчас вторую сетку, наверное, возьму вот так. Вытаскиваю. Перекладываем вот на вот эту вот решеточку. Дадим остыть. Так. И сейчас я помещу, наверное, на большую тарелочку. И разрежем чуть-чуть. И покажем вам в разрезе, что же это получилось. Друзья, обычно я горячие вот эти изделия мучные, я не режу их. Но вот сегодня мне хочется вам показать, что же получилось из этого. Ну, просто в разрезе покажу. Небольшой кусочек отрежу. Но я знаю, что он пропекся. И он такой пышный, воздушный получился. Вот. Сейчас мы вам покажем. Даже резать тяжело. Ну, конечно, наверное, будет это очень вкусно, потому что такие продукты тут задействованы. Вот. Вот так. А сверху немножечко кажется мокрым из-за того, что сливки. Но они пропитаются, и все будет нормально. Попробуйте. Вкусно очень. Так. Наконец-то я испекла этот пирог, на который я давно-давно уже нацелилась. Очень вкусно, конечно. Так. Дорогие друзья, испеките такой пирог. Ваши близкие вам спасибо скажут. А мы сейчас пошлем чай пить. Подписывайтесь, пишите, ставьте лайки. Пока-пока. До свидания. Это очень вкусно.